Всем здравствуйте, дорогие друзья! Я нахожусь в Дагомесе, сделала все свои дела. Пока сидела в ресторане несколько часов, наслаждалась завтраком уже и обедом. Погодка стала немножко кокситься, было очень тепло, плюс 25, было спокойное море, погода меняется. В общем, я поняла, что не надо тратить время, быстренько всё отснять, искупаться. Не знаю, как насчёт позагорать, не знаю. Вот такой у меня образ, розовые волосы, личное настроение. Приехала вообще в брюках, хорошо, что я всегда с собой вещи беру, поэтому могу остаться вообще в любом месте. Платье, шлёпки, очень удобно, потому что прям днём было очень жарко. Сейчас уже время 3 часа дня, ну где-то до 2 было прям очень тепло. Так, идём гулять. атмосферу, конечно, всё начинается с кафе Черномор, но я сегодня в другом кафе кушала. Название, честно говоря, всё время забываю, но сейчас вот мы пойдём всё посмотрим. Вечером здесь всегда всё забито. Я приехала на электричке, около 300 рублей я заплатила, с Амеретинки прям прямичком ехала полтора часа. Мне казалось, что как-то быстрее это будет, но казалось, не быстрее. Так, сейчас сумку надену. На самом деле для меня лично комфортная температура, когда лёгкое солнышко, когда нет какой-то адской жары. Позвонила родителям, своим близким. Они говорят, а у нас нет, у нас не такая погода. Пляж Дагомыс. Люди загорают, купаются. По одежде просто хотела показать, что есть кто вообще ходит в шортах без майки мужчины, кто-то в купальниках. Чтобы вы не думали, что я фантазирую, что погода тёплая. Погода реально тёплая. И от того, что солнышко немножко спряталось, это не говорит ни о чём. Ну так, сейчас мы как раз пройдём по набережной. Музыка, конечно. Кушала вот в этом кафе. Тут очень вкусно, чудесно. Прям мне очень понравилось. Есть переодевалки. Но они сказали, что зимой работают. И, в общем... А, ну тут одно, другое. Я вот в этом ела. Пандок. А тут вот веранда. Но оно как бы выглядит как одно. Но я думаю, что и там, и там хорошо. Что ещё тут хорошего? Лавочки. Вот детские площадки. Вот посмотрите. Вода плюс 25. Воздух показывает плюс 21. В общем, море теплее, чем на улице. Был и воздух плюс 25. Это реально. Потому что у нас вообще дождь показывает. Если вот верить прогнозам, да, а не верить тому, что я говорю, показывает прямо дождик, дождик. Хотела, да, прямой эфирчик провести, но я думаю, что не знаю. Мало ли опять какая будет связь. И не хочется вот... Музыка везде играет. Вот здесь, наверное, порядок. Сделали шикарную набережную. Даже лучше, чем у нас на Эмеретинке. Красота. Единственное, что из-за музыки сильно много не снимешь. Я уже пробежала, смотрю, не так много я и сняла. Конечно, тут не такая огромная набережная, как в Сочи или на Эмеретинке. С собаками нельзя, на самокатах нельзя, но это и безопасно. Это вечером я видела местных жителей, которые потихонечку гуляют, никому не мешают. Я думаю, в этом нет ничего такого. Напишите, кто здесь до ремонта набережная был. Говорят, что тут было не очень хорошо. Вот в этом я тоже была в восточной кухне. Мне очень понравилось. Тут раз, когда я снимала, месяц назад где-то я была. Ну, вот сейчас вот так. Вот такие места мне очень нравятся. Хостят уже кофейня, и там прямо вот море. Смотришь, как будто сидишь прямо на корабле. А здесь видим гостиницу. Мы пройдем до конца. Потом подойдем к морю. Там еще есть один пляж. В принципе, на него тоже можно попасть, но сегодня я уже на него не пойду. Куртку уже хочется снять, мне легкая куртка. Так как солнышко ушло, сейчас я понимаю, что мне в ней жарко опять. Поэтому я уже не пойму, как одеваться. Тут самая основная, друзья, проблема. С утра ехала, как-то было пасмурно. Пасмурно. 16-17 градусов показывает. Потом приехала. Хорошо, что у меня с собой рюкзак с вещами. Купальник, полотенце, шлепки. Это не отъеблемая часть легкое платье. И это классно. Так. Смотрим, тут какая-то дискотека. Понятно, что сезон закончен. Сейчас все будут писать. Так и есть. Но у меня-то сезон никогда не заканчивается. Я зимой купаюсь. И, в общем-то, сейчас уже немного людей. Цены уже не такие большие. Я, честно говоря, сюда по своим делам приехала. Естественно, подумала, зачем я поеду обратно домой сразу. В любом случае, погода хорошая. Погода переменчива. Показывает, что прям плохая-плохая погода завтра-послезавтра. То прям хорошая. Там еще один пляжик. Сейчас посмотрим. Раз, куртку надо снять. Так. Где-то здесь я видела... А, вот спортплощадка. Да-да-да. Это что я хотела показать. Конечно, в жару я, честно вам скажу, не представляю, как на ней заниматься. А вот в такую погоду в самый раз. Мост. Река. Наверное, тоже Дагомыс, как у нас все любят. Да, вот Сочи, река Сочи. Хоста, хоста. И так далее. А здесь такой, как в Венеции, городок. Люди там живут. Лодочная такая станция. Гаражи и т.д. и т.п. Вот там вот это я уже одного блогера тоже смотрела где-то обзоры. Мне лень была, честно скажу, туда идти. И здесь было неплохо. Так я поузнавала тоже у людей. Обзор посмотрела. В принципе, там, ну, как сказать, платный пляж. Туда можно пойти. Там есть бассейн. Это если там шторм бы был, я бы туда однозначно пошла. В шторм я люблю такие вещи. Когда нет шторма, устроят и море. Ну, либо вот, видите, тут какие-то лодки. Кто-то, что-то. Каждый по-своему развлекается. В общем, надо поснимать быстренько, но продуктивно. И пойти купаться, пока погода не скуксилась. Потому что циклон опять идет. Вот, я на самом деле, вот, друзья, от жары подустала. Скажу вам честно, врать не буду. Конечно, я люблю тепло. Так как я какое-то время на севере жила, хотя я родом из Латвии. Но в то же время от жары я устала. И когда даже не жара, а духота. И вот я разговаривала, в Геленджике новороссийское лето тоже было такое, ну, непростое, скажем так. С июня месяца прям неимоверная такая духота. Поэтому сейчас погода хорошая. Мы с вами идем смотреть вот рыбаки там. Тоже такая картиночка красивая. Может быть и дождь пойдет обратно, не знаю. Или на электричке, или я уже там друзьям позвонила, может быть. Меня заберут, но я говорю, не принципиально. Я не люблю никого напрягать, не люблю сама напрягаться. Я не знаю, во сколько домой поеду. Домой ли я поеду, куда я поеду. Ну, конечно, шучу, домой я поеду, потому что меня дома ждут кошечки. И там эти дикие собаки, которых надо гонять. Это, наверное, такая основная причина. Все остальное, все регулируется. В плане имеется в виду работы и так далее. Это все решаем. Так, мы сейчас обойдем. Я неимоверно рада, что я все-таки положила шлепки, купальник и, в общем, все принадлежности. Потому что с утра, да и с вечера казалось, какой купальник-то что. Ну, дело не в том, я зимой купаюсь, я об этом говорю, да. Но погода настолько трэш была. Плюс я с температурой, я на антибиотиках была. Ну, опять сняла я эту антибиотичную меру. Конечно, так нельзя. Три дня пьешь антибиотики, а потом все. Все, я не болею, все хорошо. Людей уже мало. На самом деле, людей было больше, когда было солнышко. А тут уже все так пособирались и идут в рестораны в то время, когда я вышла с ресторана. Ну, я решила по интуиции, да, действовать. Здесь все-таки новые комплексы. Все время на них поглядываю. Так он меня прям симпатизирует. Вообще-то, гамыз, такой некий нейтралитет, да. У меня родители в Лазаревском и сын, да. Бывает, что я сына к себе забираю. Но сейчас вот у нас прям правда нечего делать. У нас это черешни. Чуть и бродячие собаки. И я вот, честно говоря, тоже тут поглядываю. Думаю, мамайка, догомыш, так некая альтернатива. Такая середина, чтобы можно было ездить в свои любимые места, если перемещаться. Смотрела, честно говоря, пластунку и верхний юрт, но оттуда тоже. Вроде это Сочи, да, а выбираться оттуда сложнее даже, чем с Дагомыса. Поэтому, ну, смотрю. Смотрю, возможно, буду перемещаться. Потому что черешни долго, честно, я тоже не протяну. Учитывая, что я вообще не сплю. Сплю с открытой дверью гоняю этих бродячих собак, кто не знает. В общем, я живу в Черешне. У нас коттеджный поселок, где завелась стая бродячих собак. И, в общем, они там очень страшные вещи делают с животными. Ох! Давайте о хорошем. Смотрите, какое море. Даже кто-то купается, чтобы не думали. На самом деле, если бы я два часа назад снимала погоду и людей, вы бы не поверили. Такое ощущение, что лето не ушло, а лето пришло. А так, как, что там говорить? Я решила... Не как раньше, да? Вот, честно, вначале отснимаю, потом уже иду себе, как говорится, отдыхаю. Хочется мне покушать. Я и не завтракала, и не обедала, и не ужинала. У меня вот совмещенное. Вот так вот идут поезда электрички. В данном случае двухэтажный поезд. Поэтому, что хочу сказать, друзья. Приезжайте зимой. Как правило, если это какой-то отель, там и бассейн есть под огревом. Ну, не все, конечно. На море всегда можно сходить, помедитировать, погулять, понаслаждать. Зимой уже не такие цены, не так много людей, помимо цен. Потому что уже более комфортное, скажем так, нет такой духоты. Кто не любит такой духоту, как я? Ну, я люблю тепло, но не люблю духоту. Что еще сказать? Будете только вы и море. В это время я провожу как раз экскурсии. Все самые походы, да, по местам силы я именно провожу, вот начиная где-то, наверное, с октября. Потому что уже нет такого огромного количества людей. Нет такой жары, духоты. Ну, представьте, да, на минуточку. Даже те же 33 водопада избитые, да. Сейчас мы с вами море пощупаем. И я была там зимой, летом тоже была. И вода такая. Вот пишу 25, нет, она не 25, у меня сейчас полный шлепки камней. Ну, и да ладно. Потому что, чтобы к водопадам подойти, нужно подойти быстро на секунду, это летом, да. Быстро сфотографироваться, как говорится, и бегом, куча экскурсий. Зимой все-таки такого не будет, какие-то люди будут, но это такое ждитое место. Если брать, допустим, Лазаревска, ну, не совсем даже, там есть золотые водопады, мамедовые всякие водопады. Ну, в общем, там я облазила все. Те места даже, которых нет на карте, возможно, что-то я не видела. Поэтому, кто хочет практики, медитации, поднимать свою энергетику, перезагружаться, пишите, звоните. В общем, провожу разные такие. Ну, и также на другую совсем тему, те, кто любят именно дегустацию, тоже есть разные такие туры, рестораны интересные, очень много всего. Также я психолог, как сказать, энергопрактика, нумеролог, ангелотерапевт. Вообще в этой сфере эзотерики давно, да, занимаюсь с самого детства у меня в Дарву, заканчивала психолога. Ну, и, конечно же, чувствую пространство, стараюсь находить те места, в которых комфортно жить, находиться, привлекая тех же людей, да, которые тоже чувствуют, да, вот эту природу, энергию. Поэтому, кому интересно вся эта тема, сфера, пишите. Сейчас прогуляемся по морю. Мне еще надо на два канала все отснять, так как я еще с СИ на канал веду. Тоже, если что, подписывайтесь там, как он называется, Никита Природа, по-моему, да. Ну, в общем, я решила сыну, да, подготовить канал, поэтому сейчас я вот на несколько каналов все снимаю. Есть еще иностранный канал. Ютуб, конечно, честно говоря, когда была в Геленджике, я вообще не знала, как грузится, не грузится. Несмотря на то, что вроде бы есть связь, связь пропадала. Ну, что сказать, да гамаз. Вот камушек нашла, свой камушек, немаленький. Это действительно такая некая альтернатива, когда вы хотите вроде бы быть и в Сочи, и не в Сочи, да. Во всяком случае, вот честно, хотела все в Геленджике остановиться. Обожаю Геленджик, Новороссийск вообще. Это мой любимый город, это я не забываю повторять. Но мне нравится, что все-таки друзья. У нас тут электрички ходят. Куда бы я тут ни уехала, ни поехала, отсюда можно выехать. Еда тут очень вкусная, если брать до гамыз, ну и вообще в целом, да. Конечно, в Адре иногда шалят, да, в плане того, что надо знать, куда идти. Здесь, в принципе, места хорошие, люди стараются, не такая уж большая конкуренция. Ну, имеется в виду, то есть, допустим, сколько тут вот по берегу прошли, ну, допустим, ну, грубо скажу, 15 заведений. Она вроде не большая, но и большая. То есть, один раз ты пойдешь, да, сюда, скажешь своим друзьям, что что-то еще я нашла, я же не могу-то без камней. Потом заговаривайте. Камушки, кому нужны камушки, рунические всякие, талисманы, пишите, звоните тоже. У нас силы с моря. Так вот, то есть, один раз ты пойдешь, а второй раз ты не пойдешь. Ну, и время купаться. Пока, ну, уже, как бы, да, поскольку уже сильно, да, и купаться скоро нельзя. Да, будет, наверное, очень сильно холодно. Сейчас немножко пройдем, и потом мне надо опять пройти по набережной туда. Да, и как обычно. Так что сегодня стрим не будет, иначе я просто не успею искупаться. Купальник я еще не надевала, но раздевалки работают. Также мне сказали, что ресторанчики некоторые работают здесь на море зимой. Это радует, если вдруг я сюда перееду все-таки. Как-то так. Что еще? Вот такое вот чудесное море. Чудесное настроение. Напишите, кто отдыхал в Нагомысе, кто, может быть, отдыхает, кто живет, кто путешествует. Ну, на самом деле, я говорю, тут электричка. Вот я заплатила 200 с копейками, да. Полтора часа, конечно, я ехала. Сегодня неимоверно было много народа, но первая станция еще более-менее, а потом прям я не ожидала такого. Я не ожидала. Я была в шоке, что обычно летом в августе столько людей. Не я одна, люди отметили, что столько людей. Не знаю, приехали они или работают, или что. Ну, вот здесь были старые какие-то дома. Уже сколько, время быстро идет. Я видела, как все это сносилось, уже новые дома построили. Поэтому тоже очень такие аппетитные комплексы прямо возле моря. В отличие от Сочи, тут более безопасно, да. Чем ближе к центру, тем сложнее, да, там всякие моменты. Ну, тоже надо смотреть. Кому интересует покупка жилья, тоже пишите. Так что хочу сказать. Пляж тут аккуратный, нельзя курить, нельзя с собаками. То есть все кажется страшно, ничего нельзя. Ну, на самом деле, как я слышала, опять камушек, которые меня манят, да. Это и хорошо, потому что нормальные люди, они не будут, да, свинячить. А те, кто, скажем так, не очень, они будут побаиваться. Я так надеюсь. Сходим, эти лежаки стоят, поезда. Вот такой сегодня у нас обзорчик. Я сейчас еще немножечко туда-сюда пробежусь. И буду купаться, пока вообще тут не поставили красный флак, что купаться нельзя. Потому что идти до диких пляжей не сильно хочу. Здесь у меня прям полный релакс. Так что, друзья, Дагомес, здесь красиво, прилично. Я когда первый раз сюда ехала, да, в этом году, я скажу честно, до этого сюда не ездила, только мимо проезжала. Мне рассказывали совершенно какие-то жуткие истории. Возможно, так оно и было когда-то, что здесь прям на пляже занимаются сексом. Что тут прям трэш-трэш, хотя вот я когда до вечера была, да, к вечеру какой-то трэш начинался. Ну, это на любом пляже, наверное, вечер, романтика и так далее. Но в целом, хочу сказать, вот когда я была, когда, месяц назад где-то, примерно, да, может, чуть больше. Мне понравилось, я вкусно поела, покупалась, народу было очень много. Тут и местные к вечеру приходят. Так стоит шлагбаум, то есть, чтобы на пляж пройти, то есть, там, если идешь, ты с собачкой или с кошечкой, тебя не пустят. Курить в отдельном месте где-то там в начале, да, ну, то есть, в принципе, все сделано, чтобы прям вот молодцы они. Постарались, постарались. Вода. Море прям вообще супер. Ну, погода, видимо, да. Дождик все-таки дойдет, это до Гамыса. Ну, удобно, я говорю, можно, пожалуйста, на такси, на машине, на автобусе, там, не знаю насчет автобусов. Я знаю, что входит, да, потому что меня как-то родственница с мамайки отправляла. Тоже было удобно. Ну, кто-то вот к кемпингу готовится. А так, пожалуйста, электричка. Вот, правильно. Камнетерапия самая полезная. Я тоже стараюсь по камням ходить. Но сейчас вот шлепка. Хорошо, что я шлепки взяла. Потому что, друзья, ноги настолько изрезала. Я летом ходила по камням, а камни разные бывают. Здесь они кругленькие, А бывают не очень такие прямо штубы. Поэтому рекомендую зимой и летом вам до Гамыса. Здесь не так сильно устанешь, да, как в Центральном Сочи, как на Эмеретинке. В то же время отсюда можно уехать в Лазаревское. Туапсы, если захотите. Да, в принципе, вообще в любую точку, да. Тут очень много и гостевых домов, и таких вот квартир сдают. И купить можно. По ценнику не скажу, что это прям сильно дешевле. Потому что у нас вот везде, да, даже там где-то далеко. Не факт, что это не будет дешевле. Что-то может быть, да, но смотря что вы сможете и так далее. Цены здесь только растут. Но надо все, смотря, проверять. И, как говорится, гарантию, конечно, только Бог даст. Потому что губернаторы меняются. Но, образно говоря, власть меняется, и что-то меняется здесь. Ну, это суть. Это относится к Лазаревскому району, сколько я, да, посмотрела. Сочи, да. Но сейчас вообще будут формировать там Краснодарский край. Сочи, не Сочи. Как-то такое я слышала. Но посмотрим, время покажет. В общем, передаю вам привет из моря. С моря. Пойду еще поснимаю, потом покупаюсь. Вот и солнышко прорезается. У нас, кстати, бывает день, погода раз 50 может меняться. Поэтому неудивительно. Сейчас пока вот я говорю, уже и солнышко появилось. И, может быть, сейчас и люди опять пойдут загорать, и купаться. Так что все переменчиво. Что сказать о людях, да, местах? Я не говорю даже о тех, кто тут родился. Никто никуда не торопится еще для тех, кто, может, выпуски не смотрела. Это нормально, если вам скажут завтра, послезавтра. Ну, народ здесь как на Кубе, да, когда я на Кубе тоже была, жила какое-то время. То есть он не напрягается. Люди северные, их это, конечно, бесит, раздражает. А когда в свое время на севере пожила, я привыкла все быстро, четко делать. Здесь нет. Здесь все очень медленно, никто никуда не торопится. Да, да и куда торопится. Ничего никуда не убежит. Вот как-то так. Всех обнимаю, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Спасибо тем, кто помогает каналу. Без вас не было бы этих путешествий. Даже маленькая помощь всегда играет большую роль. Всех люблю. Привет вам с Черного моря. Пишите, какие районы вы хотели бы посмотреть. Буду ездить. Ну, конечно, если будет небольшая поддержка, вообще прекрасно, потому что все равно на дорогу уходит время, силы и так далее. Кто хочет наличную консультацию, психологическую, ангелотерапию, по регрессии. Все это по онлайн провожу, но и лично тоже. Обнимаю, до встречи.